Значит, санкции ничем серьезным России не грозят. Суверенное государство России вполне может эти санкции пережить и даже извлечь из них пользу. Что касается риторику о том, что мы ввели санкции не против всей страны, а против отдельных лиц и организаций, то давайте вспомним, что говорили нацисты. Мы ведем войну не с русским народом, а с кровавым сталинским режимом. Чем это закончилось? Гибелью 27 миллионов наших сограждан. Поэтому давайте смотреть по делам, а не по словам. Санкции призваны ослабить Россию, но в первую очередь они призваны нанести удар по российской власти. Отсюда и избирательные санкции. То есть посылается сигнал, если вы не предадите президента России, против вас могут быть введены санкции. То есть по сути это призыв к государственному перевороту или к какому-то внутриэлитному перевороту, который обращен к части российской элиты. Вот что такое санкции. Ну и третье, что здесь хочется сказать. На самом деле санкции введены в большей части против Европы, а не против России. В итоге введение санкций, товарооборот между Россией и Европой снизился очень серьезно, а товарооборот между США и Россией наоборот вырос. Так что вот делайте выводы против кого эти санкции введены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!